Здравствуйте! С вами Марина Рыкальна и порция практических советов. Присоединяйтесь! Весна практически на пороге. Ждать нам осталось совсем недолго, поэтому сегодня главная тема – это первые посевы. Начиная с 10 февраля и приблизительно до конца февраля нужно посеять культуру с долгим вегетационным периодом. Лук-порей уже полюбился многим, вырастить его совсем несложно. Есть два условия. Нужно выбрать ранний сорт, потому что поздний не успевает у нас созревать, и важно, чтобы семена были свежими. Сорт Веста для меня будет, например, самым идеальным вариантом, потому что вес будет приблизительно 250-350 грамм, и Веста ранний. Если у вас проблемы при выращивании лука на головку при посадке лука-севка, то можно получить здоровый урожай. Можно прилично сэкономить, если вы посеете его семенами на рассаду. Чаще всего мы сеем гибрид «Эксибишн», но сегодня я вам хочу предложить новый гибрид, который называется «Кантри». Вес его головок 190 грамм, но он устойчив к гнили. И каждый год на рассаду я сею сельдерей. Черешковый «Малахит» – он классный. И корневой – это однозначно «Албин», потому что его корнеплоды достигают веса 600 грамм, а при хорошем уходе и более. Для замачивания семян не нужно большого объема воды, поэтому я вместо воды воспользуюсь водорослью хлорелл. Готовить рабочий раствор я буду из расчета на 100 мл жидкости. И первый препарат, который мне нужен, в своем составе содержит азотофиксирующие и фосфор-калиймобилизирующие бактерии. Здесь также есть бактерия «Бацилла субтилис». Мне нужно на 100 мл буквально 6 мл микробиологического препарата. В процессе своей жизнедеятельности бактерии выделяют фитогормоны, антибиотики, макро- и микроэлементы. Получается, что мы с вами тем самым не только обеззараживаем семена, но и обеспечиваем им дополнительную систему питания. Следующий микробиологический препарат содержит суперконцентрат микроорганизмов фунгицидного действия. Здесь находится бактерия «Бацилла субтилис». В принципе, первый препарат, который я добавляла, он тоже содержит эту бактерию. Просто здесь более высокая концентрация, и я хочу усилить действие первого препарата. Перед применением не забываем, что такие препараты нужно встряхивать. «Бацилла субтилис» я беру буквально 3 мл на 100 мл нашего рабочего раствора. Бактерия «Бацилла субтилис» постепенно вытесняет патогенную микрофлору и даже может бороться с грибными и бактериальными болезнями, если они уже есть на ваших растениях или в вашей почве. И третий компонент, который желательно добавлять в любые рабочие растворы, это биологический прилипатель. Когда мы зальем рабочим раствором наши семена, то прилипатель позволит бактериям лучше закрепиться на поверхности. То есть они не так интенсивно будут вымываться с поливания. Прилипатель увеличивает действие любых препаратов приблизительно на 30-40%. На 100 мл его нужно взять буквально на кончике чайной ложки. Я вам еще раз напомню, что биологический прилипатель нельзя просто взять и добавить в раствор. Он не разойдется у вас равномерно. Разводить его нужно поэтапно, постепенно, каждый раз добавляя новую порцию воды и вымешивая. Прилипатель готов. Постепенно помешиваю рабочий раствор и ввожу его в состав. Семена я выложила на салфетку. Каждый отдельно взятый сорт семян на отдельный слой салфетки. И теперь заливаю рабочим раствором. Оставить семена нужно на 1,5-2 часа. И можно приступать к посеву. Для того, чтобы сделать посеву, разумеется, нам, дачникам, нужен грунт. И желательно, чтобы он был качественный. В магазине просто разбегаются глаза. И сегодня я вас хочу познакомить с моим любимым грунтом. А любимый он потому что органический. В его составе нет ни грамма минеральных удобрений. В составе этого грунта 30% органического вещества. Поэтому вы можете больше не выносить никакие питательные удобрения. И я всегда вам говорю, прежде чем купить грунт, посмотрите обратную сторону. Не красочную этикетку, а описание. В составе этого грунта есть целый комплекс микроэлементов в хелатной форме. Это, кстати, очень важно. И далеко не все грунты имеют микроэлементы в своем составе. Ну и, пожалуй, самая большая фишка этого грунта, его отличие от других, то, что в составе целых 5 различных видов бактерий. Например, здесь есть и бацилла субтилис для обеззараживания. То есть не надо ничего дополнительного для обеззараживания вносить. Есть бактерии, которые переводят питание в доступную удобоваримую форму для растений. Вскрываю пакет и уже буду оценивать грунт вместе с вами визуально и тактильно. Ни коряк, ни веток. Посмотрите поближе, какой действительно грунт рыхлый, рассыпчатый, воздушный. Я пересыпала грунт в контейнер. И единственный компонент, который я в него добавлю, это будет перлит. 10% от общего объема. Ни в коем случае не больше. Дело в том, что перлит не дает рыхлому грунту слеживаться. С перлитом торфяной грунт не так быстро пересыхает. Но и самое главное, перлит способствует капиллярному распределению влаги. Если в вашем грунте будет перлит, соответственно, он будет равномерно увлажнен. Как сверху, так и снизу. Я начну с посева сельдерея. Для его посева не нужно брать слишком глубокие кашпы. В этом нет никакой необходимости, потому что сельдерей, когда на нем будут несколько настоящих листочков, мы с вами будем рассаживать. Грунт нужно утрамбовать, чтобы семена не уходили вглубь. Далее грунт аккуратно и равномерно увлажняем. Я отжала салфетку и семена равномерно распределяю по поверхности. И, кстати, не бойтесь делать загущенные посев. Сельдерей это не страшно. Семена сельдерей землей не засыпают. Сходы должны появляться на свету. А вот чтобы влага не испарялась, чтобы семена не пересохли, сверху кашпо я затягиваю пищевой пленкой. Обязательно сделайте в пленке отверстие для воздуха обмена. Не забудьте подписать то, что вы посеяли. Лук-порей в пикировке не нуждается. Поэтому для посева уже нужно взять ящики более глубокие. И грунт, кстати, лук-порей любит очень богатый. Семена лука можно разбросать хаотично. Но мне, например, удобнее сделать две бороздки. В дальнейшем за ним будет удобнее ухаживать. Раскладываю семена в бороздки. Причем посев делаю довольно густой. Если сходы будут дружными, никогда не будет поздно лишнее удалить. Сверху семена присыпаю грунтом с таким расчетом, чтобы они оказались на глубине 5 мм. Аккуратно уплотняю и затем увлажняю. Также затягиваю пленкой. Если у вас ее нет, можно контейнер с посевами поставить в пакет. Вопросы по поводу использования автоматического опрыскивателя я получаю от вас буквально ежедневно. Я сейчас сделала посевы, и вы видели, как аккуратно и, главное, равномерно эта насадка-распылитель смачивает грунт. И что еще важнее после посева, когда семена уже в земле, я еще раз сверху делаю увлажнение. И вот эта насадка не дает семенам выбиться из почвы. Если я буду использовать вот такую лейку обычную для полива, то семена могут уйти вглубь. Они могут оказаться не на одной глубине. И, соответственно, выровненных сходов мы уже с вами не получим. А иногда бывает, что семена поднимаются на поверхность и пересыхают. Ну, конечно же, можно использовать ручной опрыскиватель. Но когда много посевов, когда нужно опрыскивать много рассады, разумеется, аккумуляторным работать комфортнее. Пластик здесь высококачественный, зарядка в комплекте есть. Бак здесь 2 литра. Один раз зарядили, и хватает на 25 баков. Распыление у этой насадки очень мелкое, как туман. Поэтому этим опрыскивателем будет очень удобно делать вне корневые подкорники. То есть удобрение не будет быстро скатываться по листу. На данный момент в садовых отделах можно приобрести саженцы гортензии. Причем стоят они в несколько раз дешевле, нежели их брать в питомнике в разгар сезона. Прошлой весной я покупала точно такой же кустик, и всю зиму он простоял у меня в прохладе. Я его сейчас обрезала, и вот, посмотрите, моя гортензия дает новые побеги. Этот сорт не голубой. Его подкрашивают при помощи специальных препаратов. Давайте приготовим грунт для пересадки. Я беру за основу органический грунт. Здесь нет никаких минеральных удобрений. Здесь торф и порция органического вещества. В качестве разрыхляющего компонента я буду добавлять кору. И, кстати, она когда будет разлагаться, то будет немного подкислять грунт. Для успешного выращивания гортензии нужно приобретать специальные удобрения. Удобрения именно для растений, которые любят кислую почву. Это могут быть не только гортензии, подойдет удобрения для рододендронов или азалий. Также можно использовать удобрения для голубики. Но я, как всегда, выбираю самый простой и самый, на мой взгляд, инновационный способ обеспечить гортензию всем необходимым питанием. В состав своего почвы грунта я буду вводить натуральную добавку, которая изготовлена по технологии ионитопоники. На каждый литр грунта я беру одну или две столовые ложки добавки. При однократном внесении в этом объеме грунта питания хватит растению на три года. Но надо понимать, что пересадка этому кустику гортензии потребуется гораздо раньше, чем через три года. Она потребуется через год. И когда вы будете готовить новую партию грунта для пересадки, вы снова добавляете это питание. Одно или две ложки на литр грунта. Горшок для пересадки берем чуть большего объема. Сразу сажать в огромный объем не нужно. Вы просто перельете растение, и земля, не освоенная корнями, она просто закисает. Вы разведете патогены. На дне горшка обязательно сделайте сливные дренажные отверстия. Слой дренажа у меня будет из горы. Насыпаем слой грунта. Корневая система светлая, без признаков загнивания, но она слишком плотно оплетает земляной ком. И для того, чтобы растение быстрее прижилось, быстрее пошло в рост, вот снизу я корешки немножко раздвину в сторону. То есть земляной ком надо немножко нарушить. Далее я беру умную добавку и опудриваю все корни. Ожог исключен. Это не минеральное удобрение. По мере досыпания питательного грунта не забываем его уплотнять. Сверху почву декорирую. Использую сосновую кору. Это не только красиво, но еще и функционально. Заодно и слой мульчи. Гортензия пересажена, и для нее я купила очень красивое декоративное кашпо. Я думаю, все знают, что гортензия любит кислую почву. И довести ее до нужной кислотности после пересадки вам поможет один из следующих способов. В автомобильном магазине нужно купить электролит, который добавляют в аккумулятор. Его нужно взять 50 мл на 10 л воды. Это самый надежный способ сделать грунт более кислым, но чаще его используют в открытом грунте. Дома можем использовать подручные средства, которые есть у каждой хозяйки. Это лимонная кислота. Ее нужно взять 1 чайную ложку без горки на 3 л воды. И еще один способ это использование столового уксуса. Вот у меня 6% яблочный. Его нужно взять приблизительно 15 мл на 1 л воды. Слегка кислой водой гортензии нужно поливать 1 раз в месяц. Независимо от того, дома они у вас растут либо на даче. Именно в слегка кислой почве гортензии смогут усваивать полноценно питание, которое я заложила. На мой взгляд, композиция получилась простая, но очень стильная. И станет она прекрасным подарком на любой праздник. День световой прибавляется, а это значит, нужно начинать подкормку декоративных растений. Особенно, если вы планируете их черенковать. Если у пеларгонии в тканях будет хороший запас питания, то есть гарантия 100%, что черенки хорошо укоренятся. В магазине, конечно, огромный выбор удобрений. Они есть минеральные и органоминеральные. Я хочу, чтобы зрители нашего канала были самые грамотные и самые подкованные. Поэтому мы четко должны с вами понимать, чем отличается минеральное удобрение от органоминерального. Минеральное удобрение действует очень быстро, буквально молниеносно. Но мы должны знать, что удобрения минеральные, которые мы даем под корень, усваиваются приблизительно на 30-35%. Оставшаяся часть невостребованного минерального удобрения ложится в нижние слои почвы и грунт закисляет. И через какое-то время растения могут начать чахнуть и мы с вами должны делать пересадку, то есть менять ежегодно грунт растений. Поэтому я не очень люблю давать минеральные удобрения под корень. Чаще я их даю по листу, чтобы не было контакта с почвой. У меня в руках органы минерального удобрения в виде палочек. То есть минеральное питание намешано с органикой. Органическая часть этих палочек, она надежно держит минеральное питание и не дает ему очень быстро вымыться в нижние слои почвы. Пользоваться таким органом минеральным удобрением очень просто и быстро. Вы просто втыкаете эти палочки в зону корней. Затем нужно провести обильный полив. На минеральных удобрениях в инструкции обычно написано, что применять их нужно приблизительно один раз в 7-10 дней. И эти палочки будут растворяться постепенно и высвобождать необходимое количество питания. И в итоге нужна будет всего лишь одна подкормка в 6 недель. Какие есть правила при использовании органоминерального удобрения? Первую подкормку мы производим через 7-14 дней после пересадки. В период с ноября по февраль, когда у домашних растений идет период покоя, мы должны с вами давать ровно половину дозы, которая указана в инструкции на этом органоминеральном удобрении. Количество вносимых палочек на один горшок мы с вами рассчитываем, исходя из диаметра объема грунта. Эта таблица есть на удобрении. Это удобрение содержит гуминовые вещества, основные элементы питания это азот, фосфор, калий и магний, и также комплекс необходимых микроэлементов. Далее я передаю слово Илье Макарова. Он вам расскажет и покажет, как пересадить домашние растения, используя исключительно натуральные удобрения. Всем привет! Сейчас мы сделаем пересадку домашнего растения сила монтаны. Вот она уже захватила контейнер. Мы видим, что ветви уже большие. Мы посадим ее в кашпо, в новое кашпо. Увеличим примерно где-то почти в два раза, ну, грубо в четырехлитровое. А сейчас я расскажу, как мы подготовим грунт. Для этого нам понадобится торф 20% биогумуса 10% перлита. Перлит чем крупнее, тем лучше. Старайтесь перемешивать как можно дольше. Это будет только на благо растения. Нам понадобится 20 грамм или одна мерная ложечка органических удобрений с морскими водорослями. И теперь необходимо тщательно перемешать. очень важно примерить, чтобы потом не пересаживать. Нам необходимо, чтобы растение было практически на поверхности, при этом примерно оставался один палец, чтобы было удобно поливать, потому что кашпо находится всегда выше обычно человеческого роста и приходится поливать вслепую. Должен быть запас, чтобы не было перелива. Мы готовы к пересадке и начинаем аккуратно доставать растение, придерживая его, чтобы не было лишних травм. Корневая система уже очень жесткая. И она сформировалась. Чтобы ей было легче немножко начать, мы делаем такой небольшой массаж, где корни не рвутся, но мы слышим треск. Боковые корни мы не тревожим. Оставляем так, как они есть. Они сами разовьются. Пересадка закончилась, кашпо готово. Мы можем одевать подвес и вывешивать его на место, где уже он будет продолжать свое развитие. После того, когда пересадили в кашпо, кашпо повесили, обязательно пролить. И пролить так, чтобы снизу из отверстий вода начала сочиться. Чтобы мы убедились, что торф смочен полностью. Следующий наш эксперт Александр Телегин расскажет, как правильно использовать водоросли. Здравствуйте, дорогие дачники. Очень многие слышали про такой водоросли хлорелла. И поступают много вопросов, как же ей пользоваться. Для того, чтобы стало понятно, с чем мы имеем дело, я вам расскажу кратко о составе. Ученые со всего мира выявили, что в составе хлореллы больше 650 элементов питания. В нем 40 аминокислот, абсолютно все витамины, фитогормоны, цитокинины, гиберлины, ауксины. И этот продукт считается одним из самых полезных в мире. А также здесь есть природный антибиотик хлореллин. Поэтому первая стадия, когда мы начинаем работать с этим продуктом, это замачивание семян. Для замачивания семян нужно очень малое количество жидкости, поэтому мы используем продукт без разбавления. Приготовление раствора для опрыскивания по листу зависит от состояния растений. Если растение здоровое и нужно простимулировать его рост, то мы разбавляем для опрыскивания 1 к 4. Если растение болезненное или требует особого ухода, то мы используем для опрыскивания в чистом виде. Также очень полезно поливать рассаду и комнатные растения. Мы используем раствор 1 к 4. Для рассады рекомендуется использовать хлорелу 1 раз в неделю. И как следствие вы увидите насыщенный цвет листьев. Рассада будет иметь хорошую корневую систему и высокую стрессовую устойчивость. Очень полезно опрыскивать водорослью микрозелень и овощную культуру во время плодоношения. В ней будут увеличиваться витамины состав. Желаю вам богатого экологически чистого урожая. На этом наша программа подошла к концу. Я надеюсь, что мои маленькие советы позволят вам получить богатый урожай и пышное цветение. Редактор субтитров А.Семкин